Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. У нас близится время сбора урожая. И, конечно, периодически может возникать вопрос, что с этим урожаем делать. Не всегда мы можем все съесть. И сегодня я вам рассказываю, как приготовить замечательное вкусное лакомство чурчеллу. И прошу обратить ваше внимание, конечный результат будет во многом зависеть от качества сока. Поэтому некоторые комментарии я буду прописывать еще внизу бегущей строкой. Готовим орешки. Фундук я покупала очищенным, ополоснула и поставила в печку подсушиться. Ну, подсушиться можно и в духовочке, можно подсушить на сковородке на маленьком огне. И когда орешек подсушен, с него очень легко снимаются вот эти вот скорлупки. В принципе, можно, конечно, не снимать, но когда орешек такой беленький, то использовать его приятнее. Грецкий, хоть я покупала неочищенным и чистила сама, но тем не менее, все равно промыла и тоже подсушила, чтобы он был сухенький. У него шкурки не очищаются, но считается, что если грецкий немножко подсушить, то он не будет так горчить. Первое, что нам понадобится, виноградный сок. Он может быть свежим, либо он может быть законсервированным, как в моем случае. Черчилла, конечно, замечательно хранится, но я все же предпочитаю, когда она довольно свеженькая, поэтому мне проще сделать сок и потом приготовить свежие лакомства, тогда, когда мне удобно. Теперь мы заливаем сок в кастрюльку, но не весь, а часть. Я буду делать из расчета на 1 литр, поэтому 700 мл сока я заливаю в кастрюльку и ставлю на огонь. Не надо, чтобы он закипел. Вообще, в правильном, идеальном рецепте сок должен быть варен, но у нас не всегда есть на это возможность, не всегда есть на это время, поэтому мы будем делать все на обычном соке. Пока у нас основная часть греется, мы в том, что осталось, разводим муку. Расчет, поскольку общий объем у нас литр, на литр мы берем 100 грамм пшеничной муки высшего сорт и очень хорошо ее перемешиваем, можно ложкой, можно венчиком, можно блендером, все, что у вас есть под рукой. Самое главное, чтобы у нас не было никаких комочков. По желанию, мы можем в сок добавить какие-нибудь пряности, если вы их любите. Я добавлю 1 гвоздик гвоздики и у меня есть сахар с корицей, буквально 2-3 кубика. В принципе, можно делать чурчхелу и абсолютно без сахара. Орехи мы нанизали на ниточку, отдельно у нас идет фундук, отдельно идет грецкий, обязательно сделать хвостики. И мы делаем коротенькие ниточки, потому что, когда готовишь небольшое количество, именно короткую нитку очень удобно обмакивать и удобно использовать. Чтобы проще было нанизывать, берите тонкую и сильно острую иголку. Тогда орешек не будет раскалываться. И касательно фундука, конечно, бывают периодически какие-то расколы, но у нас орешек состоит из двух половинок скрепленных. И если мы будем нанизывать его поперек, вот здесь немножко видно, то так будет гораздо удобнее и орехи будут меньше крошиться. Сок закипает и мы вливаем в него вторую часть сока, которая у нас размешана с мукой. Медленной маленькой стройкой при постоянном помешивании. Газ в это время держите маленький, чтобы у нас ничего не подгорало. Смесь у нас становится такой густой, но еще рано что-либо делать. Нам надо все довести до кипения. Смесь начинает закипать. Буквально еще минутку мы можем ее подержать. И теперь мы начинаем обмакивать наши орешки в эту смесь. Можно помогать себе ложкой. Смотрите, за счет того, что смесь капает, возьмите себе какую-нибудь тарелочку, чтобы вам было удобно потом все это подвешивать и вы не капали вот этим всем по вашей кухне. И после того, как мы обмакнули ниточку в смесь, мы куда-то ее подвешиваем там, где вам удобно. Я вообще использовала эта решетка от холодильника, а стенка это русская печка. Здесь у меня самое удобное место, чтобы все это сушить. И смотрите, под местом, где вы все это подвешиваете, что-нибудь поместите. Потому что все капает, чтобы вам было проще и удобнее убирать какую-то бумажку, либо клееночку, все что угодно. На высыхание черчела у нас уйдет где-то день-два в зависимости от толщины слоя. Основной критерий, когда мы дотрагиваемся, то у нас не должно липнуть к пальцам. И, конечно, если вы решили, что у вас слой изначально получился слишком тонким, то когда первый слой засохнет, можно все повторить. И, конечно, толщину слоя вы тоже можете регулировать по вашему вкусу. Если вы хотите, чтобы у вас был более ореховый вкус, делаем слой тоненький. Если хотите наоборот, делаем слой более толстый. Через два дня наша черчела уже полностью готова. Теперь ее можно переложить в коробочку какую-нибудь картонную. Она прекрасна и долго хранится. Но, честно, я вам говорю, что в нашей семье она не хранится совсем. Там видны уже обрезанные ниточки. Ряды здесь сильно поредели. И все это съедается еще на самой начальной стадии. Напоминаю то, о чем я вам говорила в начале. В зависимости от используемой сырья, результат может получиться несколько различным. У меня сейчас черчела с очень тоненьким слоем. Мы можем, как я уже говорила, либо несколько слоев сделать, либо сделать изначально виноградную массу гуще. Еще одно маленькое дополнение. В зависимости от того, какой густоту у вас получилась масса, конечно, и расход орехов тоже будет разный. Ну, скажем так, приблизительно получается один к одному. Если у вас масса остается, во-первых, ей можно залить орешки, которые покрошились. Либо просто залить в какую-то неглубокую посудку. Масса застывает, потом ее порезать на кусочки. И она тоже будет очень вкусной. И скажу вам честно, что даже эти небольшие остатки еле дождались конца съемок. Как правило, это лакомство расходится у нас очень быстро. Это любимое лакомство моей дочери. При этом, когда вы делаете это сами, с хорошего сока, добавляя по вкусу то, что вам приятно, то, конечно, лакомство получается гораздо-гораздо вкуснее, чем то, что мы покупаем в магазине. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!